Господи помилуй! Господи помилуй! Я хочу сказать три поиска. Первое. Вы как воин должны помнить, что должны защищаться, но не защищаться. Несчастливый человек, которому нечего защищать, кроме самого себя. И такой человек всегда и везде в преграде. И наоборот, человек, которому не есть что защищать, он обязательно выиграет. И следующая мысль, которую я хочу сказать, мы должны всегда отвечать. Отвечать на два вопроса. Первый. Зачем ты живешь? А второй. За что ты можешь ответить? Если человек ответит на эти два вопроса, то он действительно человек. А если человек не может ответить на эти два вопроса, то его и человек у вас ответит. Вы должны ответить на эти два вопроса. Зачем вы считаете? И за что вы можете ответить? И еще. Целухи. У вас еще и все выступления. Они будут продолжаться. Все принимаем замки. Я хочу обратиться к вам, чтобы вы помнили самое главное. Побеждает и проигрывает. Точнее, проигрывает не тот, кого положили в лагар и лишь в мире снов. Проигрывает тот, кто подойдет. Проигрывает тот, кто теряется. Проигрывает тот, кто боится. Человек, который кроме Бога и чего не боится, Такого человека невозможно победить. И надо нужно проиграть. Он, в конце концов, все равно выиграет. И в этом теоретической группе это не обыдь, который велико. Это общество православное, где молодой поколение учит быть просто мужчиной в защите. Не тратствует. Это не сложно. А учит быть защитным. Ибо только тот, кому ищет защищать, конечно же, он всегда придет. И я радуюсь сегодня такому серьезному количеству участников. Радуюсь нам, что мы живем в православной церкви. Исправленный за православную веру. Являясь воином Христовым. Всего только одного. Благословения Божьего. И всегда внутреннее пожелание к служению Богу. Без которого мы ничто не звать нас никак. Поздравляю всех. И с праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ МЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ что мы плодим в погиб, и без его голосновения ничего в жизни быть не может. И в этом наше счастье, и в этом нашу победу. Благодарю. Спасибо.